Денис, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас видеть. Приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. И первый вопрос, с вашего позволения, такой общий. Смотрите, вот эту войну уже долгое время называют войной дронов. Вот скажите, в целом, как именно беспилотники изменили эту войну? Вот если говорить об украинской стороне, что позволяют они, те самые беспилотники, лучше всего осуществлять? Уничтожать логистические цепочки врага, уничтожать военную технику, личный состав оккупантов? Или это в том-то и дело, что это комплексный вопрос, с помощью которого помогают осуществлять именно беспилотные летательные аппараты? Объясните нашим зрителям, почему война дронов? Все, что вы перечислили, на самом деле. Все задачи, перечисленные вами, и не только эти, можно возложить на беспилотные летательные аппараты. А еще эту войну называют войной артиллерии. И в работе артиллерии также очень помогают дроны. То есть дроны выявляют цель, наводят артиллерийский огонь, тем самым сильно сокращая количество боеприпасов, которые необходимо потратить для поражения той или иной цели. То есть дроны – это еще элемент высокоточного оружия. Дроны – это сами по себе высокоточное оружие. То есть если мы говорим об FV-дронах, мелкие недорогие дроны-камикадзе, то с их помощью можно уничтожать артиллерийские позиции, с их помощью можно поражать пехоту противника, с их помощью можно уничтожать и поражать укрепления, легкобронированную технику, системы противовоздушной обороны, системы РЭП. То есть все перечислено, все эти задачи можно вложить на дроны. Кроме того, и в сюжете об этом говорилось перед моим выступлением, сейчас дроны используются как средство дальней руки для некой третьей силы, которая бомбит Москву, бомбит аэродромы с помощью дронов, бомбит логистические цепочки и так далее, нефтебаза на территории Российской Федерации. Завод на территории Российской Федерации, вот когда были уничтожены самолеты Ил-76 в городе Псков на территории РФ, также неизвестным дроном был поражен очень важный завод Кремни-Л в Брянске, который производил микроэлектронику, в том числе для Минус-Военопромышленного комплекса Российской Федерации. Надводные дроны безэкипажные, они сейчас представляют самую реальную угрозу, так называемую Крымскому мосту и Черноморскому флоту, оккупационному Российской Федерации. Ну, дальше можно перечислять. То есть дроны дали этой войне новый облик, и, скажем так, дали второе дыхание различным средствам ведения боевых действий, в том числе и артиллерии. То есть очень широкий спектр использования для бесплатно-рекладных оборотов. И не только летательных, надводных тоже. Денис, о надводных мы тоже детально с вами еще поговорим. Чуть позже вот вы говорите, что украинские дроны с громкими визитами все чаще посещают территорию Российской Федерации, да? Минувшей ночью они уже долетели до одной, почти долетели до одной из резиденций Путина даже. Завидова был сбит беспилотник. Вопрос, откуда они летят? Вот Кирилл Буданов уже неоднократно сначала намекал, потом уже открыто говорил, что на территории Российской Федерации у нас есть так называемые свои люди, которые помогают с атаками беспилотников на военные объекты. Но неужели так просто в стране, которая очень жестоко обращается со своим населением, это жестокий режим, неужели есть возможность организовать в такой стране сеть агентов, как вы считаете? А я вам отвечу еще вопрос, один вопрос. Скажите, пожалуйста, до первого рейда РДК на территорию Белгородской области кто-то из нас мог положить, что можно так просто пересечь границу и навести суету Российской Федерации? Нет. Сейчас, кстати, у меня поставил вопрос, что в Шевекине происходит? Вообще город есть на карте? Там есть власть чья-то там? Что там сейчас? Хороший вопрос. Я не нашел нигде, не буду из источника ответа на этот замечательный вопрос. А есть ли вообще на карте мира город Шевекин? А все это последствия рейда представителей Легиона Свободы и Русского Доборского корпуса. А следующий вопрос. А до 23 июня кто-то мог себе представить, что так просто может дойти до Москвы? Ну пусть это сделали вагнеровцы, пусть это сделали пригожинцы. То есть все такие же враги Украины, какие регулярные армии Российской Федерации. Не больше, не меньше. А может даже и больше. Но тем не менее это сделали без малейшего сопротивления. И Москва находилась под совершенно реальной угрозой захвата, если бы сам пригожин бы не повернул назад. А вот теперь ответ на ваш вопрос. Возможно ли это? Многое из того, что вы считали невозможным, на самом деле возможно. По всей видимости возможно, да, развернуть такую агентурную сеть, которая могла бы запускать дроны и осуществить диверсию на территории Российской Федерации. Дело в том, что любой ответ на самом деле, он очень плохой для россиян. Если мы начинаем анализировать, кто мог запустить дроны, скажем, по Пскову, то базовая версия РФ о том, что они были запущены с территории стран-членов НАТО, она плохая. Потому что в этом случае нужно было отвечать Альянсу на достаточно ощутимый конкретный акт агрессии. Они этого не сделали. Если эти дроны были запущены с территории Украины, тоже плохо, потому что получается, что они обошли всю систему ПВО, и фактически она оказалась абсолютно бессильной, и не смогла отразить атаку на стратегический аэродром. Если это было запущено с территории Российской Федерации кем-то, какими-то партизанами, какими-то диверсантами, какой-то агентурной сети, тоже плохо, потому что тогда о какой-то эффективной контрразведке даже в таком полицейском государстве, как Российская Федерация, говорить не приходится. Поэтому все, что нам кажется невозможным, на самом деле вполне возможно. Да, это на самом деле для оккупантов такие неприятные новости, и невозможное становится возможным и в контексте дальнобойного оружия. Знаете, уже притчей во языцах стала история о том, что на самом-то деле отечественные разработки тоже работают, и речь идет о дальности в 700 километров. А скажите, пожалуйста, вот насколько эти дальнобойные орудия могут повлиять на ситуацию на поле боя, особенно в контексте возвращения украинского Крыма? И станет ли это действительно очень большим сюрпризом для врага? Если мы говорим о ракетах, судя по всему, если вы имеете в виду это видео, которое демонстрировалось и господином Даниилу, и позже, буквально днем позже, было размещено на официальной странице КБЛУЧ, схожее, похожее видео, то есть очевидно, это разработка КБЛУЧ. КБЛУЧ не нуждается в никаких рекомендациях, это известный разработчик, мы прекрасно знаем продукцию этого конструкторского бюро, это и Ольха, это и Стугна, очень хорошее впечатление эти противотанковые ракетные комплексы, больших популярностей пользуются на фронте, это и Нептун, то есть широко известная продукция КБЛУЧ. По всей видимости, они сумели либо совершенствовать ракету, либо сделать что-то новое, что может лететь на дальность до 700 километров. Если мы говорим о оккупированном Крыме, то оно покрывает всю территорию оккупированного Крыма, то есть от и до, начиная от перешейков и заканчивая до мыса Форос, то есть крайняя южная точка Крыма. И запускать его можно с подконтрольной территории Украины, то есть с правой перефисованной области, то есть с той территории Запорожской области, которая подконтрольна Украине, которая сейчас, слава богу, расширяется, благодаря нашему наступлению. То есть практически любая точка в Крыму благодаря этим ракетам может оказаться под ударом в оккупированном Крыму. То же самое, с помощью этих ракет мы можем поражать уже объекты на территории Российской Федерации, которые представляют военную ценность и военный интерес. 700 километров достаточно существенная дальность, она даже достанет до Москвы. На самом деле, то есть с территории Украины с помощью этой ракеты можно обстреливать военные цели на территории Москвы и Московской области. Ну и хочется еще вспомнить подводный дрон «Маричка», который недавно был испытан нашим военно-промышленным комплексом. Если кратко, вот так называемые российские военкоры, они сразу заистерили и начали его называть «кошмаром Крымского моста». Это соответствует действительности? Абсолютно. Совершенно недаром они сейчас начали погружать баржи и таким образом пытаться защитить от надводных дронов. Ну, скажем так, достаточно редко эти баржи стоят, то есть их можно обойти. Ну, из того, что было видно на тех фото, которые были доступны в эксплуатационном поле, возможно, они уже как-то сумели сделать плотнее эту защиту. Почему? Потому что против надводных дронов действительно имеет смысл. То есть, если она будет сплошной, да будет ее сложной пойти с помощью подводных аппаратов. А вот с помощью подводных вполне, ну, просто подвернуть под этими баржами и далее проследовать к мосту. Посмотрим, может быть, на самое ближайшее время увидим, как действует подводный дрон. Дай бог, обсудим сразу же в прямом эфире, Денис. Спасибо огромное за то, что присоединялись к эфиру. Военный эксперт Денис Попович был гостем канала «Фридом».